Если ты не хочешь случайно перекачаться, как Санек, то смотри внимательно. Видео будет разделено на три части. Сначала расскажу про технику безопасности, чтобы защитить тебя от травм. Затем расскажу о различных облегченных вариантах отжиманий, которые ты можешь выполнять, если пока не хватает сил на полноценные отжимания. И в конце поделюсь полезными советами, которые ускорят твой прогресс. Во-первых, положение упора лежа, затылок, лопатки и ягодицы должны находиться на одной прямой линии. И эта прямая должна сохраняться во время всего выполнения упражнений. Рекомендую записывать свою технику на видео, чтобы посмотреть на себя со стороны. И если вдруг ты заметишь, что прямая ломается и где-то появляются прогибы, это значит, что нужно вместо обычных отжиманий делать какие-то более простые варианты, о которых я расскажу во втором блоке. Во-вторых, движение вниз и вверх должно осуществляться исключительно за счет силы рук и грудных мышц, без каких-либо рывков или резких движений. В-третьих, голова всегда должна находиться в нейтральном положении. Не нужно переразгибать шею, стремясь посмотреть перед собой. И также не нужно тянуться носом к полу, сокращая амплитуду движения. В-четвертых, напряженные мышцы живота формируют корсет вокруг талии, который уберегает позвоночник от излишней нагрузки. Но стоит также следить за тем, чтобы не прогибаться в пояснице. В-пятых, вдох осуществляется на расслаблении мышц, то есть на движении вниз, а выдох на сокращении, то есть на движении вверх. Наконец, в-шестых, если вдруг возникают какие-либо неприятные ощущения, то стоит что-то поменять в упражнении. Например, постановку рук. Если же это не помогает, то следует вернуться к более простым вариантам отжиманий. Если пока тебе не хватает сил на то, чтобы выполнять обычные отжимания от пола, то есть несколько более простых вариантов, которые ты можешь использовать, чтобы решить эту проблему. Отжимания с колен — это прекрасный вариант для начинающих, потому что он позволяет прочувствовать работу грудных мышц и научиться правильно сгибать и разгибать локти. Отжимания от скамейки легче обычных отжиманий от пола за счет того, что большая часть вашего веса приходится на ноги и меньшая на руки. Таким образом, это отличное подводящее упражнение. Новичкам я обычно рекомендую подобрать одно комфортное положение рук плюс-минус на ширине плеч и дальше использовать только его до тех пор, пока ты не научишься делать хотя бы 30-40 хороших отжиманий в одном подходе. Да, я знаю, что существует огромное количество вариантов положения рук и вариантов отжиманий, и они будут по-разному задействовать те или иные группы мышц. И обо всем этом мы рассказываем в рамках продвинутого блока нашей бесплатной образовательной программы «Сотка», ссылку на которую я размещу в первом комментарии. Но если ты только начинаешь свои тренировки, то лучше сфокусироваться на одном единственном варианте и отточить его до мастерства. Как говорил Брюс Ли, я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Чем шире вы будете ставить стопы, тем вам будет легче делать отжимания. Чем уже, тем сложнее. Это простая физика. Чем больше амплитуда движения, тем больше нагрузка на мышцы, а значит, тем эффективнее становятся упражнения. Но в отжиманиях многим новичкам может быть некомфортно опускаться ниже 90 градусов. И это нормально. Не стоит форсировать события. Нужно дать своему телу время адаптироваться к нагрузке и затем уже постепенно от тренировки к тренировке увеличивать амплитуду. Некоторые новички, когда начинают тренировать отжимания, сталкиваются с появлением боли в запястьях и кистях, что связано с тугоподвижностью этих суставов и также является абсолютно нормальным явлением. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендую подобрать комфортное положение рук. Кому-то может подойти отжимание на кулаках или на упорах для отжиманий, или на низкоперекладине. Любой из этих вариантов позволяет избежать переразгибания в запястном суставе, который и вызывает появление боли. И параллельно нужно заниматься укреплением своих запястьей, например, выполняя специальный комплекс упражнений по вечерам в отрыве от основной тренировки. Пример такого комплекса мы также подготовили, и ссылку на него я размещу в первом комментарии. Ну а в следующий раз я разберу такое упражнение, как выход силой на турнике.